Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Пана Уйсимбекова, сурдоперевод Айгуль Стамбековой. Сознательность граждан растет. Сейчас редко встретишь человека без маски на лице и предпринимателей, которые не соблюдают карантинные требования. Однако санитарных правил придерживаются не все. Сегодня мониторинговая группа по выявлению нарушений в городе Талткурган во главе с заместителем Акима Алматинской области Батыржаном Байжумановым проверили субъекты малого и среднего бизнеса. В рейде участвовала и наша съемочная группа. Постановление главного государственного санитарного врача города Талткурган гласит, в выходные дни обеспечить усиление карантинных требований, то есть в субботу и воскресенье действует строгий локдаун. Ограничена работа ресторанов, кафе и других объектов общепита. Эти правила не писаны для сотрудников ресторана Айя. Мониторинговой группой выявлено грубое нарушение. Организация семейного массового мероприятия. Игнорируют постановление руководства кафе «Теннисхан». Его сотрудники продолжают принимать у себя гостей. За пренебрежение карантинными требованиями на владельцев двух объектов наложены штрафные санкции. В общей сумме 260 МРП, согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Казахстан. В целом, по результатам проверки в областном центре только за один день выявлено более трех нарушений. В целом, ситуация в городе нормальная. Соблюдается масочный режим, дистанция везде. Вместе с тем, были выявлены нарушения в сфере обслуживания. Мы выявили один ресторан, где проводилось мероприятие. Кроме этого, зашли в кафе, которое должно работать на вынос. Но сегодня там были посетители. По всем нарушителям составлены административные протоколы. Также они будут привлечены к административной ответственности и им будут выписаны штрафы. Работа мониторинговых групп у нас постоянная. Ежедневно они работу свою проводят. Эта работа будет продолжаться. Под строгий контроль сегодня попали более 50 объектов предпринимательства областного центра. В том числе магазины, супермаркеты, аптеки и многое другое. Все санитарные требования соблюдаются. Персонал носит маски и перчатки. На входе установлены дезбарьеры и санитайзеры. С полной ответственностью к карантинным мерам относятся и большинство граждан. А вот одно из частых замечаний – несоблюдение социального дистанцирования. Однако и такие нарушения, отмечают специалисты, встречаются все реже. В общем, население уже привыкло носить маски. Как правило, маски все при себе имеют. Иногда бывает, что они снимают на момент приема пищи, либо разговоров по телефону. Но, в принципе, сейчас уже и объекты малого и среднего бизнеса уже приучились работать в установленных карантинных санитарных требованиях. Поэтому и население тоже, как правило, уже сейчас в большей части соблюдает. Мы все меньше и меньше сейчас выявляем нарушения. Это способствует постоянно наша работа мониторинговой группы. Ежедневно мы обследуем более 20 объектов. Но в праздничные выходные дни делаем именно больше усиления на выявление фактов проведения семейных и коллективных мероприятий. Добавлю, карантинные меры на улицах города соблюдают порядка 80% населения. Работа по достижению стопроцентного результата продолжится. На территории Тадокругана ежедневно работают 4 мониторинговые группы. Нерадивым гражданам они разъясняют простые правила предосторожности в рамках профилактики коронавирусной инфекции. А субъектам малого и среднего бизнеса выписывают штрафы. Алексей Цуя, Сидью Сембек, телеканал ЖТСУ. Откорм скота – перспективная бизнес-идея. Эту нишу наотлично осваивают крестьяне Алакольского района. Один из лидеров в этом товарищество – Алаколь Агра. В прошлом году хозяйство открыло откормочную площадку на 10 тысяч голов. На данный момент в ней 7 тысяч овец набирают вес. О том, что для этого нужно и как правильно производить нагул, узнавала наша съемочная группа. «Хочешь заработать на скотоводстве – откармливай овец», – гласит народная мудрость. Об этом не понаслышке знает умербек Ахметов. В этом деле овцевод с самого детства. На данный момент в его владениях свыше 200 тысяч голов мелкорогатого скота. Экспериментально из общего стада 7 тысяч овец в откормочном комплексе. Сейчас самый крупный баран весит порядка 30 килограммов. После откорма животновод надеется довести эту цифру до 50 килограммов. В среднем в день, признаются Ахметов, животные получают ежедневные 300 грамм прироста в весе. Мы посмотрели, она выгодна от кома. И в этом году мы сделали реконструкцию, расширили. Сейчас поставили, в данный момент поставили 7 тысяч голов. Хотим добиться совместно с научными работниками имени Мымбаева 350-400 грамм. И за короткое время хотим где-то довести до 50 килограммов. И хотим насытить свой внутренний рынок». В прошлом году удалось добиться увеличения веса одной овцы до 57 килограммов. Стоит заметить, это не без участия науки. К слову, хозяйство тесно сотрудничает с Казахским научно-исследовательским институтом животноводства и кормопроизводства. Кроме этого, в Алаколь-Агро планируется открыть 10 пунктов осеменения. Тем самым, крестьяне планируют улучшить качество своего стада. Такой подход к делу является настоящим примером для других скотоводческих хозяйств. «Хочу отметить предприятие Алаколь-Агро. Оно открылось в прошлом году. Благодаря этому более 10 человек нашли постоянное место работы. В целом, в Кульбальском сельском округе Алакольского района 15 хозяйств. Сейчас они все заняты и заготовки кормов к зиме». Хозяйство Омербека Ахметова подготовилось к холодному времени года основательно. На весь зимний сезон припасено свыше 2000 тонн сена и 500 тонн кормов. Но это лишь малая часть большого пятилетнего плана. Крестьянин намерен довести по голове маточного скота до 75 тысяч, а также ежегодно откармливать до 10 тысяч овец. Алексей Цой, Гульжанат Макужанова и Абзал Нусипов. Телеканал ЖТСУ. В новый дом с новыми проблемами. Жители коттеджного городка жалуются на недочеты, допущенные при строительстве. Теперь недобросовестных подрядчиков ждет суд. Как неродевые строители собираются выправлять ситуацию, узнаем из материалов сюжета. Жильцы микрорайона Береке получили дома по государственной программе «Нурлужер». Ежемесячная арендная плата символична – чуть более 8 тысяч тенге. Люди, нуждавшиеся в помощи, благодарны государству. Дома просторные, а прилегающие участки достаточно большие, делятся они. Однако хотелось бы, чтобы подрядные компании исправили недоработки, допущенные при строительстве. В скором времени после заселения у нас в ванной начал обваливаться кафель. Но это мы способны исправить своими силами. А более серьёзные дефекты хотелось бы, чтобы исправили сами строители. В домах есть протечки. В дождь или снег через крышу в дом проникает вода. Мы уже боимся, что испортится мебель. К нам приходили отвесанные люди, говорили, что исправят ситуацию. Будет хорошо, если это произойдёт поскорее. Уже холодает. Жильцы этого дома не единственные, кто столкнулся с подобными проблемами. Некоторые жалуются на холод, другие – на протечки в водопроводных трубах. Представители подрядных организаций заверяют, что держат ситуацию под наблюдением и исправляют все допущенные ошибки. В курсе имеющихся проблемы представители местных исполнительных органов. В настоящее время были выявлены замечания по заселённым в прошлом году 155 домам. Подрядными организациями сейчас все эти проблемы устраняются. Три подрядные организации переданы нами в суд. Ведутся судебное разбирательство. Из этих трёх компаний две компании уже выполняют свои договорные обязательства. Одна компания ждёт решения суда. После решения суда обязуются выполнить все нарушения, которые были выявлены жильцами, нами, специалистами отдела строительства города Талат-Курган. Всё это будет контролироваться согласно законодательству республики Казахстан. «Обнаруженные недочёты мы исправляем, своевременно реагируя на поступающие жалобы. Наблюдение за ситуацией и исправление замечаний мы намерены продолжать и дальше». Строительство коттеджного городка продолжается. С учётом обнаруженных замечаний в адрес подрядчиков отдел строительства города усилил контроль за работой подрядных организаций, чтобы не допустить повтора ситуации. Рустам Аралбаев, Надир Хамзин, Асет Дюсенбек, Жаслан Шенкенже, телеканал «Житсу». Два десятка мёртвых птиц обнаружили в Атраусском государственном природном резервате Ахжаек. По информации издания «Мой город» были обнаружены тушки мёртвых чаек и бакланов. Как рассказал представитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, всего замечено в резервате 11 мёртвых туш баклана и 5 бездыханных тушек чаек. Совместно с светлабораторией отобрали материал мёртвых птиц и с сопровождением отправили в Нур-Султан. Результаты ожидаются. В Алматы супружескую пару осудили за организацию незаконного игорного бизнеса. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что муж и жена в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно открыли игорные заведения, а также ввели незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса вне мест, установленных законодательством Казахстана. При проверке обнаружено заведение, в котором находились игроки и обслуживающий персонал. При осмотре были изъяты системные блоки для электронного казино в количестве 18 единиц. 19 мониторов, кассовые денежные средства на общую сумму более 170 тысяч тенге, отметили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу. Посудимые признаны виновными в совершении преступления и приговорены к двум годам ограничения свободы. Две книги, посвященные казахскому полководцу, Бурбай-Батыру презентовали в областной библиотеке Талкургана. Сборник стал кладезем достоверных данных о казахском войне, мужеством которого восхищался выдающийся правитель казахского ханства Аблай. О том, с какими трудностями столкнулись авторы при создании летописи, расскажет Адина Смогулова. Эти книги для ценителей казахской культуры – настоящая находка. Потому как информации о жизни героя и его подвигах в архивах Житасуского края не сыскать. А ведь Бурбай-Батыр в своё время, объединив племена Найманов, Конрадов и Жалаиров, возглавил освободительное движение казахского народа против джунгар. Для того, чтобы о великом творце нашей с вами истории знали больше и передавали другим поколениям, и были созданы сборники, утверждают авторы. Данные о храбром полководце черпали из самых разных источников по всему Казахстану. В основу материала вошли статьи и газет выпуска 80-х годов. На сегодняшний день даже вырезок из этих статей нет в свободном доступе. Информацию мы брали из разных архивов, чтобы читателям не составило труда найти нужные из нашей книги. Храбрые подвиги казахского полководца находили отклик в сердцах последующих поколений. Так в честь Бурюбая Батыра названо повстанческое движение 1930 года, направленное против репрессий советской власти. Однако, как заверяют издатели, сведения об историческом событии не были чётко зафиксированы ни в одном источнике. Выпустить за кратчайший срок целых две книги о герое, жившем 300 лет назад – дело отнюдь непростое. Это достойно похвалы. Благодаря труду и поиску жит-исусов о казахском славном воине узнают тысячи, а может даже миллионы других людей. Примечательно, что на выпуск сценах летописей в тысячи экземпляжев ушёл всего месяц. И теперь о Батыре, внёсшем неоценимый вклад в процветание казахского народа, узнают не только земляки полководца, но и жители других регионов республики. С честью и достоинством торжественная церемония увольнения военнослужащих срочной службой прошла в городе Капшагай. Свыше 400 молодых бойцов простились с воинской частью, боевыми товарищами и наставниками. Парадная форма, военная выправка и торжествующие лица. На плацу воинской части выстроились в ряд около 400 военнослужащих. Каждый из них с честью и доблестью отдал долг Родине. Ещё вчерашние призывники сегодня простились с боевым знаменем, символом воинской чести, доблести и славы. В период службы каждый из вас получил огромный опыт, физическую закалку, способность принимать самостоятельные решения. Не раз принимали участие в учениях различного масштаба. И не раз доказывали наш девиз никто, кроме нас. А самое главное, господа десантники, каждый из вас заслужил звание десантника. На торжественном построении со словами на путьстве выступили командиры частей и их заместители. Боевые наставники пожелали военнослужащим здоровья, удачи и благополучия. А их семьям мирного неба над головой. Совершил прыжки. Было, конечно, очень волнительно в первой эры. После этого уже привык. Ну, я очень благодарен своим командирам, что они дали мне очень хорошее воспитание. Советую всем. Мама, я скоро буду. За добросовестное выполнение служебно-боевых задач солдат наградили грамотами, благодарственными письмами, фотоальбомами о службе и памятными подарками. Затем увольняемые в запас военнослужащие в последний раз прошли маршем по плацу родной части. Дамир Анитов, телеканал ЖТСУ, пресс-служба Капшагальского гарнизона, Министерство обороны РК. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из-за наводнения заблокированными оказались десятки населенных пунктов. Их жители ждут эвакуации на крышах домов. Все дороги в зоне бедствия разрушены. В момент обрушения на Карибское побережье это был ураганом четвертой категории. Затем он ослаб до тропической депрессии, но не утратил своей разрушительной силы. Теперь он медленно движется в сторону Мексиканского залива и, по прогнозам, в начале следующей недели достигнет Кубы. Самый прибыльный боксер на сегодняшний день Сауль Канело Альварес стал свободным агентом. Об этом сообщает и СПН. Мексиканец Расторг Конторакт с Golden Boy Promotion и Дозон. После многодневных переговоров представители Канело и промоутерской компании решили расстаться. Сообщается, что Альварес нацелен вернуться в ринг 19 декабря и провести поединок против американца Колеба Планта. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова